Toyota Land Cruiser Prado 2014 это не новое поколение внедорожника, которых насчитывается 4. По сути это рестайлинг и по моему мнению повышенная зубастость и увеличение размеров сделали этот автомобиль мужественнее и брутальнее, оставив весь гламур Lexus. Некоторые всерьез думают, что название Prado имеет общие корни с итальянской дизайнерской маркой. Это не так. На самом деле Prado это музей изобразительного искусства в Испанском Мадриде, на родине самых жарких ториадоров. Кажется, названием создатели хотели намекнуть, что перед нами произведение искусства. Прежде всего бросается в глаза внешний рестайлинг, мощная решетка радиатора, светодиоды в фарах, новый бампер с большими противотуманками. Любители всего большого наверняка оценят. В салон, честно говоря, качество мне поражает. Сейчас объясню почему. Хорошо. Торпеда выполнена из мягких материалов. Кожаное сидение, но рядом соседствует пластик под дерево, псевдо алюминий. А только послушайте. Это уже привет от машин классом ниже. На центральной консоли семидюймовый сенсорный экран с навигацией. А на приборной панели между тахометром и спидометром расположен бортовой компьютер с синей подсветкой. На нем отображается информация о поездке и настройках автомобиля. Выглядит стильно и не отвлекает от дороги. Вот этот круговой переключатель – тоже новшество Prado 2014 года под названием Multi-Terrain Select. Теперь автоматика управляет дроссельной заслонкой, тормозами и антипробуксовочной системой в зависимости от поверхности, на которую вас занесла нелегкая. Но вам нужно будет запомнить, где какой режим. Их обозначение отсутствует и нигде не отображается. Кстати, о холодильнике. Да, он тоже есть. Неугомонные креативщики из Тойоты расположили его в центральном подлокотнике. Интересное решение. Только непонятно, куда теперь девать всякие мелочи. Фирменная фишка Prado – это дверь багажника. Стекло можно поднять, а дверь открыть как у солидного холодильника. Сюда много может чего поместить. А объем багажника зависит от того, сколько мест у вас в машине. Различия существенные. Если семиместная, тогда объем из-за третьего ряда сидений уменьшается до обидных 104 литров. А вот пятиместная модель – наш сегодняшний вариант. Другое дело. Здесь объем составляет уже 620 литров. Неожиданно хорошо управляется машина. Не дерзит, покладистая, едет куда надо. Причиной хорошего поведения служит новая система кинетической стабилизации подвески KDSS, которая сама определяет тип дорожного покрытия и не дает машине раскачиваться в поворотах в городе, при этом становясь плавнее на бездорожье. Посадка – высокая, обзорность – отменная, большие зеркала. На месте очечника – сферическое зеркало для слежки за детьми. Если потянуть немного вниз, вот вам и очечник. В автомобиле установлена акустическая система JBL, и сейчас самое время ее проверить. Итак, хорошо поет, качественно. Расход у дизельного мотора чуть больше 8 литров, ну а самый мощный бензиновый съест уже около 11 литров топлива. Машина очень комфортная для города, едет мягко-плавно. Но есть одна вещь, которая дико раздражает. В машине постоянно что-то трещит. Но она же новая. А сейчас самое время проверить Prado в экстремальных условиях. И в этом мне поможет мастер спорта по автомобильно-кольцевым гонкам, лидер чемпионата 2013 года Олег Петриков. Мы видим, что автомобиль скользит на передней ось, и всячески отключается система стабилизации. Для города это хорошо? Да, для города это хорошо. Получается, она в любой момент тебя может подстраховать. Давай попробуем с тобой отключить систему стабилизации, и посмотрим, отключили систему стабилизации, и как изменился характер. Дает очень много позитивных эмоций. То есть это такая резвая машина, которая не даст тебе соскучиться? Да. Как тебе руль? Конечно, руль очень легкий и не информативен, но для обычного водителя, я думаю, это нравится. А тебе? Мне нет. Доступные варианты моторов на новой Prado – это бензиновые, объемом 2,7, мощностью 165 лошадиных сил, а также 4-х литровые. Тут мощность уже солидных 282 лошадки. У меня сегодня дизельный вариант, объемом 3 литра, развивающий 173 силы. Не шикарно, но многим ли городским ковбоям реально потребуется больше? И, кстати, двигатель соответствует нормам токсичности Евро-5. Объедем, Вася. Какая у нас будет скорость? Выберем 60 км в час, когда проводят тесты всегда на этой скорости. А как, как, как? Ой, немного задели. Надо быть внимательным на данном автомобиле, потому что он сильно тяжелый, сила тяжести уводит автомобиль от траектории. Включили систему стабилизации заново, чтобы она нам помогла пройти лосивный тест. И вот мы 60 км набрали. Ты поплайся! Опа, боже! И система стабилизации нам помогла? Ювелирно! Это значит, что отключайтесь из системы стабилизации только где места безопасные, а в городских условиях ездите за включенной системой стабилизации. Присутствуют в этом автомобиле спортивные нотки? В принципе, данному автомобилю этого всего хватает. Вау! Он дает показать, что у него есть чуть-чуть спорта, но все равно это утилитарный автомобиль, который для выезда за город. Задание этот автомобиль выполнен? Все, что он мог, он показал. В принципе, показал на 4 с плюсом. Прада – настоящий рамный внедорожник с повышенной жесткостью кузова, а не какой-нибудь паркетник. Если бы существовала «Красная книга джипов», это произведение «Тойоты» наверняка попало бы туда как редкий зверь. А подтвердить или опровергнуть ту брутальность, которую я ожидаю от Прада 2014 в условиях пересеченной местности, мне помогут профессионалы клуба «Трофилайф». Дорожного просвета хватает. Машина ведет себе адекватно. Мягкая подвеска. Заезд на крутой подъем. Но вы едете уверенно. Мы-то едем не уверенно. У вас же крутая тачка. И подъем не маленький. Молодцы, я вам четверочку поставлю. Спасибо! Спасибо! Где наша не пропадала? Вон, можно смело вперед! История модели у Прада чуть ли не самая героическая в «Тойоте». Ни одно из четырех поколений машины не стало провальным. Автомобиль полюбился еще с момента его появления в 1987 году. А серия Прада 120 стала базой и основой для появления люксовой марки «Лексус». Правда, более простая генерация японского внедорожника надолго осталась в памяти искушенной публики. В свое время, благодаря угонщикам, со своими прадиками расстались солист группы «Иванушки Интернешнл» Олег Яковлев и певица Наташа Королева. Очень крутой подъем! Ну давай, ну как же ты! Скользкий подъемчик, поэтому можно чуть-чуть катку добавить, и тогда все получится. Так, поехали! Вперед, 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 вперед! Давай, 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 давай! Да, едем, 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 едем! Молодец! У-ху! Да! Как ощущения? Как подвеска работает? Ну, я бы хотел помягче. Пространства много, а комфорта по подвеске я бы хотел больше. Ну, спереди достаточно мягко. Ох! Ой, ничего себе! Я бы хотел добавить недостаток шумоизоляции. Машина такого класса все-таки достаточно шумная внутри. Эта машина, скорее всего, хороший внедорожник или он ближе к кроссоверу? Ваше мнение? По сочетанию разных факторов, это все-таки настоящий внедорожник. Наличие пониженного ряда передач, наличие рамы, ну и третье, пожалуй, наличие блокировок. Один из немногих оставшихся честных внедорожников. Несмотря на некоторые нюансы, автомобиль соответствует всем требованиям современной машины. Фанаты марки оценят, если, конечно, финансы позволят. Стоимость стартует с отметки 1 миллион 732 тысяч рублей, а за топовую комплектацию придется отдать уже почти 3 миллиона. Конкурировать Toyota Land Cruiser Prado будет с Land Rover Discovery 4, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg и Mitsubishi Pajero. Новый Prado, скорее все же, автомобиль для мужчин, которые любят производить впечатление. И не беда, что внедорожные характеристики на жестоком бездорожье испытают далеко не все. Одного вида этой машины достаточно для завистливых взглядов друзей. А начинка здесь очень и очень достойная. И не важно, какие у вас друзья, главное помните, тише едешь, дальше будешь.